Всем привет! Вы на канале Теннис Здесь! И сегодня для вас эксклюзивное видео ТОП 5 лайфхаков для теннисистов И как всегда с нами Анастасия Погнали! Итак, первый лайфхак Включайте обязательно ноги и корпус в удар Очень часто любители играют так, что они не включают в удар корпус и ноги Играют одной рукой, то есть начинают просто махать вот так вот руками Вот так правой Раз, 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 раз И потом через 5 минут мне говорят о том, что что-то рука очень устала, побаливает Может быть я ракетку полегче возьму или там еще что-то не так делаю Необходимо обязательно включать ноги и корпус в удар Чтобы ваш удар был более плотным и мощным Поехали! Во время удара у меня поворачиваются бедра и поворачивается корпус Я развернулся, закрыл себя плечами, разворачиваюсь Разворачиваюсь Обратите внимание, что удар я выполняю, закрыв вначале корпус Закрываю И потом уже непосредственно раскручиваю удар Также посмотрите на бедра Они поворачиваются То есть они за ударом поворачиваются Разворачиваю ноги Едем дальше Один из очень важных моментов Это теннисная обувь Некоторые считают, что на первую тренировку очень важно купить ракетку Но на самом деле это не самое основное Конечно, без ракетки вы не сможете играть Но без кроссовок, именно теннисных, хороших Вы не получите безопасность на корте Я попросил Настю надеть беговые кроссовки фитнес-обычные прогулочные Они достаточно легкие В них удобно заниматься спортом Но они не подходят для тенниса Посмотрите почему Боковое торможение Сейчас Настя сделает немножко в сторону движение И подошва сразу же проминается То есть нога уходит в сторону Данная обувь рассчитана для того, чтобы вы шли или бежали вперед Она не рассчитана на торможение, на остановки, на резкие старты Когда вы бежите в сторону Теперь продемонстрируем обувь теннисную У нее достаточно жесткая подошва При любых боковых торможениях у меня нога не смещается То есть она зафиксирована очень и очень четко Соответственно, когда я буду резко тормозить У меня меньше вероятности подворачивания ноги Плюс теннисная подошва достаточно широкая Поэтому она тоже минимизирует эти подворачивания Разные теннисные кроссовки предназначены для разного теннисного покрытия Сейчас вот здесь появится картинка И там будут подошвы разных теннисных кроссовок Для какого покрытия я тоже подпишу Ну а хорошую теннисную продукцию и не только спортивный инвентарь Вы можете приобрести в спортивном магазине KINASH SPORT В магазине оригинальные товары, быстрая доставка и различные скидки и бонусы Среди клиентов магазина есть игроки сборной России и олимпийские чемпионы А по промокоду TENNIS для моих подписчиков до конца этого года будет действовать 15% скидка На весь ассортимент магазина Как на сайте, так и в офлайн точках в Москве и Санкт-Петербурге Ссылки на магазин KINASH SPORT будут в описании под видео Итак, следующий лайфхак Очень часто любители забывают смотреть на мяч Казалось бы, это очевидно Смотрите на мяч, когда играете Но на наших сборах, которые мы проводим регулярно в Подмосковье, а также и за границей Мы делаем фотографии любителей теннисистов И зачастую происходит следующее На фотографии видно, как игрок бьет по мячу Мячик у него находится в этот момент на струнной поверхности А взгляд находится где-то там впереди Он смотрит в корт, еще куда-то Так не подойдет Вам необходимо смотреть на мяч на протяжении всего его полета И также в точке контакта Когда вы играете, в точке контакта у вас взгляд И он даже немножко здесь задерживается Задерживается и потом уже после удара переводится Поэтому всегда смотрите на мяч Настя покажет нам, как бывает, когда неправильно Когда на мячик не смотрят Мячик подлетает к ней, а взгляд где-то впереди В итоге что происходит? Очень часто из-за этого может теряться точка Соответственно удар будет, возможно, не центром Как вот сейчас вы видели Да Теперь, Настя, пожалуйста, смотри на протяжении всего движения На мячик На мячик все время смотри Да Сразу же возрастает точность Попадание центром становится ракетки Поэтому обратите внимание на этот момент Зафиксируйте, смотрите вы на мячик или нет Подписывайтесь на наш телеграм-канал Там делюсь новостями из мира тенниса Своими мыслями и еще много чем интересным Ссылки будут под видео в описании Не ждите мячик, когда он долетит до вас Немножко идите на него Вы подстроились к траектории, которая уже необходима для того, чтобы выполнить удар в нужной точке И дальше Не ждите мяч, когда он прилетит к вам Иначе получится, что вы его либо запустите за себя Либо вы на противоходе не дадите должной плотности удару Соответственно, траекторию подстроились И в мячик пошли вперед чуть-чуть В удар Сейчас продемонстрирую Следующий лайфхак Не напрягайтесь в ударах Это очень важно Зачастую, когда приходят особенно мальчишки ко мне Девчонки этим меньше страдают Но парни очень часто напряжены во время ударов Скованные мышцы, скованные движения не дают вам свободы Не дают хлеста Поэтому последите за тем Расслаблены вы на тренировке В игре своей или нет Ракетку сжимает настолько жестко Что из ракетки сейчас сок потечет Это не дает свободы Не дает хлеста движения Как должно быть? Расслабьтесь Не напрягайтесь Движения должны быть свободные Тогда у вас не будет и болевых ощущений после тренировки Мышцы не будут так болеть и так уставать И следующий бонусный лайфхак Про указательный палец И вообще про то, как ладонь лежит на ручке ракетки Смотрите Очень частая ошибка, когда руку на ракетку кладут вот так вот И пальцы на ней находятся ровно Это неверно Вы должны держать ракетку немножко в диагональ Вот таким вот образом Пальцы находятся в диагонали И указательный палец отставлен Только ни в коем случае не вот таким образом Просто в диагональ Для чего это нужно? Маневренность ракетки улучшается в несколько раз Вы можете делать кистевые движения более свободно Следующий момент Вращение топ спин, крученый удар Смотрите Делается за счет указательного пальца и большого Вот указательный палец нам помогает, выталкивает ракетку Вот таким движением Вот я обхватываю полностью И указательный палец нам помогает закрутить Если бы я держал ракетку ровно Мне бы пришлось крутить предплечьем Что гораздо более сильная нагрузка для мышц Соответственно Палец указательный отставлен Как на подаче Так и на ударах справа-слева И ударах слета Вот сейчас Настя взяла ракетку неверно Обратите внимание, как вы ее держите Тоже посмотреть за этим Сейчас пальцы расположены ровно И ей для того, чтобы закрутить мяч Придется достаточно сильно напрягать предплечье Обратите на этот момент внимание Посмотрите, как лежит ладонь у вас на ракетке И сейчас я вам напомню проверочный Проверочный вариант Как левой рукой берем ракетку Для оправшей Ладошку сюда Опускаем вниз И внимательно Обхватываем по диагонали Вот таким образом Опускаем ладонь вниз Тянем, тянем, тянем Обхватываем в диагональ Отлично Не вот так вот ровно В диагональ Также на подаче на ударах слета Например, хватка универсальная На подаче на ударах слета Указательный палец отставлен Он дает нам плотность Второй момент, который вам дает Отставленный указательный палец Это то, что при сильном ударе Вы сможете лучше проконтролировать Контроль мяча Почему? Смотрите Вот так вот у меня упор хороший Я могу его дать Вот у меня указательный палец отставлен И я могу дать упор при плотном ударе Если же я держу ровно У меня кисть начинает проваливаться Гулять Соответственно Если кто-то мне направляет мощный удар То все У меня сразу кисть проваливается Я не могу так упор дать Мне придется напрягать изо всех сил Опять же таки предплечья Указательный палец Обязательно эту проблему решит Также на подаче На ударах слета Маневренность Накрывание ракетки Когда вы бьете смеш Когда вы бьете подачу Указательный палец Вот таким образом Накрывает лучше Любые ваши движения Вы были на канале Теннис здесь И это было Топ 5 лайфхаков Для теннисистов Не забывайте подписываться на канал Ставить мячики вверх Увидимся в новых видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok